Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Моя жизнь без меня». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Сейчас самое время, 2012 года. Тессия 17, и она хочет жить нормальной жизнью. Она мечтает о тех же вещах, что и все подростки. Но что делать, если времени осталось мало? Тессия принимает решение прожить все, что отмерено, так, чтобы ни одна минута не пропадала зря. Девушка составляет список того, что обязательно нужно успеть. Потерять невинность, попробовать наркотики, прыгнуть с парашютом, по-настоящему полюбить. Она шаг за шагом воплощает свои намерения. Но внезапно вспыхнувшее чувство к соседскому парню Адаму меняет все ее планы. Жизнь прекрасна, 2011 года. Молодой преуспевающий журналист Адам готовится выпустить сенсационную статью о вулканах в Европе. Он не курит, не пьет, ведет здоровый образ жизни, не водит машину, потому что это опасно. Кроме того, у нашего героя есть все для счастья. Прекрасный дом, любимая девушка, хорошая работа. Но вот беда. Наполеоновским планам помешали неожиданные боли в спине. После визита к врачу Адам узнает страшную правду. У него рак спинного мозга, с редкой мутацией хромосом, не поддающийся лечению. Что делать? Как жить дальше? Как не сойти с ума? Можно ли выйти победителем в битве с медленной смертью? Пока не сыграл в ящик 2007 года. Именно так решили два больных раком соседа по больничной палате, когда услышали свой приговор. Один из них вспыльчивый миллиардер, а второй – орудированный автомеханик. Они заставляют список дел, которые необходимо сделать прежде, чем они сыграют в ящик, и отправляются в кругосветное путешествие. Путешествие всей своей жизни. Прыжки с парашютом? Посмотрим. Гонки на раритетных автомобилях? Сделано. Посмотреть на пирамиды? Отлично. Открыть радость жизни прежде, чем станет слишком поздно? Точно. Постскриптум «Я люблю тебя» 2007 года. Он и она созданы друг для друга. Две половинки одного целого, которые, прожив душа в душу долгую счастливую жизнь, могли бы спокойно умереть в один день. Но судьба распоряжается иначе, и она очень скоро остается вдовой. Но даже после смерти муж не оставляет свою любимую жену. Заблаговременно он оставил ей 7 посланий, которые должны помочь ей пережить утрату. Каждая заканчивается постскриптумом «Я люблю тебя». Гриффин и Феникс. На краю счастья. 2006 года. Генри Гриффин неожиданно узнает, что ему осталось жить совсем недолго. Врачи огласили приговор. Форма рака, которой он страдает, неоперабельна. Это ужасное известие в корне меняет все жизненные ценности Генри. Все, что прежде было важно, вдруг превращается в шелуху, а вещи, считавшиеся само собой разумеющимся, обретают особую ценность. Желая провести отведенное ему время как-то по-особенному и достойно отметить уход в вечность, Генри бросает все и переезжает в деревушку Гринвич, где начинает писать мемуары о прожитых годах. Там он начинает посещать занятия по психологии, где замечает прекрасную незнакомку. Очаровательная Сара Феникс тоже обращает внимание на Гриффина, и между ними вспыхивает симпатия. Но у Сары есть тайна, она тоже неизлечимо больна. На пороге смерти возникшее чувство кажется особенно острым, и молодые люди полностью отдаются любви. Ведь у них почти нет времени, чтобы в полной мере насладиться друг другом. Сладкий ноябрь 2001 года Затянутый в строгий костюм рекламный агент-трудоголик Нельсон Мосс бежит по жизни в припрыжку и не представляет себе другого стиля жизни. Но живая эксцентричная Сара Дивер наполовину соблазнительница, наполовину философ, очень даже представляет, если у нее получится, Нельсон станет ее новой победой в серии исправленных людских судеб. Каждый месяц она проводит с новым пациентом, который требуется помощь. Никаких обязательств, никакого давления, никакой зависимости и никакой влюбленности. Достучаться до небес 1997 года Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им смертный приговор. Счет времени их жизни идет на часы. Дальнейшие события в фильме разворачиваются в стремительном темпе. Украв машину с миллионом немецких марок в багажнике, они сбегают из больницы. Их преследуют наемные убийцы. Они становятся грабителями поневоле. За ними гонится полиция. Они попадают в бордель. Но тем не менее, продолжают мчаться вперед. Навстречу своей судьбе. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч.